Тысяча противников новоизбранного президента на Манхэттене, в Нью-Йорке. Точка сбора – башня Трампа. Слоган «Не мой президент». Практически все демонстранты – молодые люди. И многие из них шокированы результатами выборов. Я считаю, что США допустили ужасную ошибку. Я думаю, что американцы были очень наивными относительно сильных сдвигов вправо в западных странах, да и в других частях мира. И не предвидели того, что произошло. В итоге они оказались в невероятно сложной ситуации, да и за рубежом крайне обеспокоены относительно того, что здесь происходит. Сиэтл, Окленд, Чикаго и другие американские города. Картина везде похожая. Демонстранты, лозунги против Трампа, потасовки. Я не могу понять толком, что произошло. Но это очередной пример того, что избирательную систему нужно менять, так как именно Хилари Клинтон набрала больше голосов. Она тот человек, которого люди хотели выбрать. И это плохо, что она не президент. Эта девушка имеет в виду тот факт, что Хилари Клинтон победила по числу голосов обычных избирателей. Однако Дональд Трамп выиграл по числу выборщиков, значительно опередив Клинтон. Но несмотря на эти особенности американского голосования, которые кому-то могут показаться странными, именно кандидат от демократов накануне сама запустила процесс передачи власти в США. Мы увидели, что наше общество разобщено сильнее, чем мы думали. Но я по-прежнему верю в Америку. И всегда буду верить. И если вы верите тоже, тогда мы должны принять результат и смотреть в будущее. Дональд Трамп будет нашим президентом. Нам нужно относиться к нему непредвзято и дать шанс стать лидером. По словам наблюдателей, вместе с Трампом на выборах победил и американский прагматизм. Дело в том, что во время предубранных кампаний в США в ход постоянно идут провокации, в том числе и весьма напоминающие удары ниже пояса. Но после победы происходит примирение с политическим конкурентом, и все настраиваются на совместную работу. Конечно, говорить о том, как будет развиваться сотрудничество, кто войдет в новую администрацию Белого дома, какие именно из своих обещаний выполнит Трамп еще рано. Пока же команда республиканца запустила сайт под названием Great Again. Он посвящен планам Трампа на переходный период после выборов и на первые месяцы работы в качестве нового президента Соединенных Штатов.